Их сегодня не более 500. На счету каждый. Подросток, девочка, старик. Совсем еще маленький и беспомощный. На счету каждая жизнь. И каждая смерть. В гонке на выживание одной из самых редких кошек планеты. Если браконьеры убивают самку, ну, как правило, зимой в тайге появляются осиротевшие тигрята. Они истощены, и их спасать уже не удается. Эксперты говорят, что животному было от 3 до 5 месяцев. Ущерб государству 1 миллион 680 тысяч рублей. Дело в том, что шкуры и части тела дикого амурского тигра очень уж высоко ценят ситуацию. Если они попадают людям, то они имеют очень мало шансов вернуться в естественную среду обитания. То есть стать опять дикими животными и жить самостоятельно. А-а-а, и кусачи, да, хочешь сказать? Еще и кусачи. Кусачи? Ну, что, будешь кусаться еще? А так упитаны нормально. Ничего. Да видали мы таких леченок, и не таких видали. Ну, с клеткой. С клеткой, конечно, 68-200. С клеткой такая. Во, может снять дверцу? Да я уж хотел. У меня шуморок с рукой потом принесет. Это тигриат, они каждый год просто появляются. Поэтому механизмы отточены, отлажены реабилитации этих тигриат для последующего выпуска, он очень необходим. Мы работали, себе работали, хотя наш институт всегда считался, так сказать, очень крупным и действительно тем институтом, который занимается самим разными проблемами. И однажды президент Академии наук вызвал и сказал, что нас ждет Путин для того, чтобы решить вообще, говоря, какие проекты по рядным видам можно было бы начинать изучать. Мы поехали к Путину и договорились, что вот давайте мы начнем с тигра. Задача, которую поставили перед собой ученые, довольно противоречива. Воспитать в неволе дикое животное, подготовить его к жизни в естественных условиях, научить охотиться, избегать человека и нормально общаться с дикими сородичами. На небольшой исследовательской базе в районе поселка Алексеевка в Приморье начался эксперимент, подобных которым он нигде в мире еще не проводил. Как вести эту работу, как оценивать их готовность к жизни в дикой природе. Вот это вот биологические проблемы, они очень серьезные. Тигрята сильно истощены, а один и вовсе угодил в капкан, травмировал лапу. Материнарам пришлось прооперировать маленькую хищника. За будущее осиротевших животных теперь можно не волноваться. Они будут жить под присмотром специалистов в реабилитационном центре. Это Золушка. У нее отморожена половина хвоста, предстоит ампутация. Золушка и ее братья проведут в экспериментальном центре реабилитации около года. Тигрята научатся охотиться на кроликов, затем, когда подрастут и окрепнут, на оленей и кабанов. Люди научатся максимально избегать контакта с животными и при этом постоянно участвовать в их жизни. Чем меньше смотрят по сторонам во время охоты, тем больше навыка тоже от опыта зависит. Молодые животные, в принципе, они несложные, они на инстинктах достаточно хорошо могут охотиться. Этот проект наш очень успешный оказался. Мы отработали на этих тигрятих сиротах методы приучать к охоте нормальной, к жизни в дикой среде и так далее. Шесть зверей, которых мы выпустили с 2013 года, это очень удачные выпуски. Животные прибыли из Приморья, там они жили в центре реабилитации и реинтродукции тигров. Когда открыли клетку, первыми на волю вышли Кузя и Боря, а вот молодая кошка Илона решила покапризничать. На волю зверей выпустили в специальных ошейниках. С их помощью ученые будут наблюдать за передвижением тигров. Они проживут с ними в течение года. Именно столько потребуется на акклиматизацию тигров. Затем ошейники снимут. Новая задача не легче предыдущей. Как построить большой центр в диких условиях Уссурийской тайги, чтобы максимально использовать полученный научный опыт и вернуть домой как можно больше амурских тигров? Мы создаем вообще в миниатюре естественную среду обитания. То есть у тигра сохранить жизнь и оставить его на всю жизнь жить в клетке несложно. Сложнее всего это сделать так, чтобы он остался диким животным. Какие требования вообще к месту предъявляются? Во-первых, чтобы это место было изолировано. С другой стороны, чтобы это место было доступно. Почему? Потому что необходима дорога, если там зверей подвезти или увезти. То есть должны быть какие-то коммуникации. Затем должно быть электричество, поскольку должны быть установлены видеокамеры. Ну и понятно, что это должно быть естественное место обитания тигра, для того, чтобы он, так сказать, жил в привычных условиях. Это можно назвать ответом на молитвы или силой мечты, которая изменяет реальность. Но место с таким набором противоречивых характеристик действительно существует. И такое место найдено. Государственное охотничье хозяйство Орлиное. Здесь все именно так, как и должно быть. И дорога, и электричество, и вода, и дикая охраняемая территория. Вольер будет иметь двойной контур ограждения, для того, чтобы снизить вероятность на какое-то время даже выхода из строя забора, если, например, дерево упадет. То есть будет контур внешний высокого забора и внутренний. Новая парадоксальная задача. Как построить километры надежного, высокотехнологичного ограждения и при этом сохранить природу в первозданном виде? К тому же плата за удивительное место – удивительно сложное для строительства геологическое строение склона. Склон представляет из себя такую древнюю гору, засыпанную вулканическими камнями, уже с высоким достаточно почвенным покровом, до 40 сантиметров там почва. И после слоя щебня ниже идет слой песка, такого достаточно мягкого. То есть это такой слоеный пирог, пирог, я бы сказал, с корочкой. Рыть траншеи, бурить скважины и заливать основание столбов бетоном – значит прорубить по периметру просеку и проложить дорогу для техники. То есть попросту уничтожить это место. Несколько экспериментов по установке столбов на склоне показали – традиционные методы не сработают. Поэтому мы приняли решение вообще не использовать никакую технику при строительстве ограждений. И мы с рабочими будем ходить, носить на плече эти столбы, чтобы не испортить это место. Красивое и естественное. Ветеринары не смогли спасти тигрицу, тяжело раненую браконьером в Приморье. Полицейские задержали подозреваемого, а это местный житель. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Напомню, неделю назад раненую тигрицу нашли в Лазовском районе Приморья. Животное доставили в специальную клинику во Владивостоке. Около пяти часов продолжалась операция. Убитой самки было всего около года. Это большая потеря для популяции. В дикой природе осталось около пятисот особей амурского тигра. Он занесен в Красную книгу. И каждое животное находится под особым контролем. К осени технология строительства ограждения на таежном склоне была продумана и опробована в деле. Обсуждения и споры в Орлином закончились. Началась работа. Работа на перегонки со смертью. События, которые вы сейчас видите, происходили с августа по декабрь 2015 года. Голова амурского тигра. Полсотни кулыков и костей зверей занесены в Красную книгу. Все это обнаружили столичные полицейские в обычной московской квартире на Тихорецком бульваре. Это все, что осталось от двухлетнего амурского тигра. За такой трофей на черном рынке можно получить до миллиона рублей. На этот раз заработать пытался житель Владивостока. А что если мы потеряем все крупные хищники? А что если мы потеряем все произведения великих писателей, великих художников, великих композиторов? Ничего не сменится. Но это полный позор. Это полный позор. Месячный амурский тигр доставлен недавно из Нижневартовского столицы, помещен в один из питомников в Подмосковье, где ему предстоит длительная реабилитация. Полицейские буквально вырвали редкого хищника из рук браконьеров, которые пытались продать его на черном рынке. Сейчас тигренок постепенно начинает привыкать к временному дому и новым соседям. Точка Ф-33, Парабушнель, на дороге. Семья, которую ждали несколько десятилетий в заповеднике Бастак, начала новой популяции амурских тигров. Хищница Золушка, которую спасли и почти год выхаживали в реабилитационном центре, принесла потомство в дикой природе. Теперь можно с уверенностью говорить, что программа по выращиванию тигров в неволе дала отличный результат, ведь это первая за почти полвека детеныш и редких кошек в регионе. Монтаж можно осуществлять прямо в любое время года, потому что даже если будут всякие пучнистые вот эти вот явления, весь вот забор вот так и будет дышать, вот весь пролет, он никогда никуда не погнется, не уведется, потому что вот эти как раз тросы, которые сейчас натягивают, ребята, они его к земле как ванту прижимают, ванту алмаста. И вот смотрите, ну вот я вот беру сейчас элементарно, чтобы не мешать, вот, это гораздо мощнее, чем даже, то есть сейчас вот они играют только потому, что не натянут трос, как только трос за анкер будет натянут, и вон там анкера у нас там, да, вон, крепежный, то есть его притянут к земле, и вот эта конструкция будет его держать. Ну вот такой вот. Конец декабря. Ограждение больших вольеров уже можно оценить не только с точки зрения особенностей конструкции, но и с точки зрения исполнения. Высокую комиссию очень волнует надежность конструкции. Диалог содержательный. Два метра уголка 75-го ничего не может, да, два с половиной метра, да. Диалог изобилует образами и символами. Ну, так я вам... Вот давайте так, давайте так. В Алексеевке, нет, в Алексеевке, в Алексеевке на ровном месте, когда все построено, на ровном поле, можно сказать, да, значит, там конструкция гораздо слабее, чем здесь, потому что два троса... Смотрите, давайте я вот пример приведу. Вот палка. Вот я ее пытаюсь держать, вот это бетон. Вот посветайте мне ее за верхнюю углу. Все равно я не удержу. А вот так, когда я возьму палку. То есть только все вместе, да? Вот это за два конца упор сделано. И за верх, и за низ. Поэтому вот это, вот это вот, как вы говорите, небольшие вот эти вибрации, это здорово, потому что вся эта конструкция работает, она вся. И если сюда вот сейчас валить дерево, то оно не даже не прорвет этот трос, не загнет ни один из столбов, она чуть-чуть отклонится, вот эта вся вот эта конструкция, как пружина. Вот представьте гитару, да, вот у нее струны натянуты. Вот вы попробуйте гитару сломать с натянутыми струнами. Это гораздо сложнее, чем гитару сломать без струн. А мощные, которые можно? Конечно, это самое мощное из всех сеток, которые, мне так кажется, существуют. Не, ну, можно арматуру сварить. Ну, вот здесь вот побольше это место. Вот этот вот так сделать. Просто конфигурацию, как вот эти два маленьких, вот так вот отвести. Не, не обязательно же так все делать. Так. Значит, вот как там был нарисован два маленьких вольера. Вот один вольер, другой вольер, да? Вот охотничий вольер. Да. Так большой. Да. А вот здесь вот сделать еще один маленький вольерчик. Следующим этапом теперь у нас стоит задача получить потомство от зоопарковских, скажем так, самки амурского тигра, чтобы эти тигрята, которых самка родит, чтобы они некоторое время пожили вот в семье, так сказать, и попитались молоком самки, а потом их забрать в этой самке и воспитать по той самой методике, которую мы реализовали на тигрых-сиротах. И затем выпустить природу. Работ подобных нашим никто не делал никогда. Поэтому очень заинтересованы вот наши коллеги и из Китая, и из Южной Африки. И вот все углы будут смонтированы так. Россия – это гордость, что у нас есть такая крупная кошка, самая крупная кошка на земле. Она у нас, в России, живет. Поэтому это наша ответственность, что она жила дальше. Вот. Что не только мы могли наслаждаться этой кошкой, но еще и будущие поколения. Мы бы очень хотели закончить фильм именно так. Но гонка со смертью продолжается. В феврале из Приморья пришли новости. Из Приморья пришла печальная новость. Пятимесячный тигренок умер от истощения. Его нашли на прошлой неделе. В пять дней специалисты национального парка земля леопардов боролись за жизнь маленькой самочки. Она была сильно истощена. Несмотря на все усилия, помочь детенышу не удалось. Сегодня рано утром маленькая тигрица погибла. Почему она оказалась брошенной, пока неизвестно. Возможно, ее мать застрелили браконьера. А эту несчастную очень сильно искусали собаки. Но она выжила. Ее назовут Фросик. Она станет первой воспитанницей первого в мире центра реабилитации амурского тигра в хозяйстве Орлины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова